Здравствуйте, друзья! Приветствую всех вас в медиафлубе. Сегодня будем говорить о политике. Мы чередуем политику с экономикой, сегодня у нас политика. Я чувствую, что весь вечер будет посвящен Украине, скорее всего. Потому что Ростислав Владимирович Ищенко, приветствую гостя, рода в Москве. Вот уже как живет и работает в Москве. Я думаю, что тема его выступления будет посвящена Украине, но о чем он, в принципе, сейчас сам расскажет. Вам слово. Да, спасибо. Ну, я думаю, что если тема назовем как Россия глобальной политики, это, наверное, все-таки не совсем Украина. Может быть, и совсем не Украина. Потому что, как мне представляется, все, что происходит на Украине, вокруг нее, ну, в том числе и в Крыму, и с Крымом, связано не столько с Украиной, и не столько зависит от Украины, так или от Крыма. И даже не всегда и во всем зависит от России, как зависит от сложившихся биополитических раскладов, борьбы интересов, попыток занять лучшую позицию, сформировать для себя, для своей страны лучшее будущее. Короче говоря, выиграть геополитическую борьбу. С моей точки зрения, то, что сейчас происходит в мире, начало складываться, оформляться, и стало практически неизбежным где-то во второй половине, в средине 90-х годов. Потому что до этого времени, условно, года 1994-1995-1996, у Соединенных Штатов, в принципе, как и в результате у Запада, но с моей точки зрения Соединенных Штатов, потому что именно они определяют, или определяли, по крайней мере, до последнего времени позицию Запада, у них был выбор. Выбор перехода от политэкономической формы времен Холодной войны к новому виду международных отношений и к новому виду политического и экономического доминирования. Проблема заключалась в том, что где-то с второй половины 70-х годов, когда стало понятно, что экономическое соревнование Запад объективно проигрывает, начало формироваться то, что потом получило название ораэгономики. То есть, условно, поскольку у нас сегодня не экономическая тематика, да, условно, попытка за счет наращивания долгов выиграть экономическую долгу, то есть, все же, победиться, если связываться в долг, что, собственно говоря, и произошло к началу 90-х. Ну, поскольку геополитическая проблема была вроде бы как решена, соревнования была выиграна, то на этом этапе Соединенные Штаты могли перейти к форме доминирования в мире на счет морального авторитета, который тогда у них был. И, наверное, сохранить это доминирование надолго, потому что, может, они бывают навсегда, но надолго можно было. Для этого надо было реформировать, собственно, экономическую модель Соединенных Штатов, потому что вот эта вот необходимость жить в долг, любое решение экономического соревнования с Советским Союзом, она приводила к необходимости печатать неограниченное количество долларов, вернее, все больше и большее количество долларов. То есть, по сути дела, понижать статус мировой резервной валюты для того, чтобы не подрывать позиции доллара, не подрывать собственные экономические позиции. Это приводило к необходимости освоения все новых и новых и новых и новых рынков. Но поскольку планета Земля конечна, но потребности такой системы в накачке долларовой массы бесконечны, то было понятно, что на определенном этапе эта пирамида как она достигает своего пика, после чего рассыпается. Возможность освоить постсоветские рынки позволяла несколько продлить существование этой системы. Дальше необходимость ограбления собственных союзников для того, чтобы отложить собственный крах, приводила к нарастанию противоречий, объективных противоречий в муфе Запада. Собственно, к началу двухтысячных годов, по-моему, уже не только крупные экономисты, но даже на судьбу того уровня люди более-менее разбирающиеся в политике говорили о том, что система достигла предела своих возможностей, она фактически уже находится в состоянии кризиса, и за счет чисто технических моментов этот кризис можно только на какое-то время отложить. Следовательно, выбор сделан в середине 90-х не в пользу реформирования собственной экономики, то есть введения финансовой экономической системы в определенную степень самодостаточность, то есть не в зависимости от экстенсивного развития за счет отстояния новых рынков, а сохранение вот этой системы, которая была построена и было окончательное завершение при Рейгане, с неизбежностью толкала Соединенные Штаты к попытке сохранить военно-политическое доминирование как гарантию своего финансово-экономического доминирования. Чем дольше сохранялась эта система, тем ровче должно было быть ее падение. И, собственно, к началу 2000-х годов, которые пришли к такой позиции, когда ликвидация военно-политического доминирования в мире приводила к достаточно быстрому схопыванию этой финансовой экономической системы, и в первую очередь это наносило удар по социальной стабильности в самих Соединенных Штатах, потому что если система прекращает развиваться, то сохранять какую-то словную, даже временную стабильность, она уже не может начинать схлопываться моментально. Примерно так, как внезапно развалился Советский Союз, и, соответственно, с ростом опасности социального взрыва необходимость в военно-политическом доминировании все время нарастала, нарастала и нарастала. Поскольку, опять-таки, чисто объективно возникала новая экономическая сфера державы в виде Китая, поскольку сохранялся ядерный потенциал России, чтобы оставляла ее тоже на позицию сферы державы, поскольку это обстоятельство сложилось так, причем их в определенный момент сами Соединенные Штаты сложили, вырешая свои сильные проблемы, что российская экономика получила серьезный толчок за счет роста мировых ценных энергоносителей. Поскольку, опять же, российская левита оказалась значительно адекватнее, чем, скажем, левита украинская, и на каком-то этапе поняла, что сохранить приобретенное, неважно, приобретенное заработок или приобретенное грабежом в 1990-е годы, она может только в том случае, за ними стоит сильное государство, а в противном случае просто рано или поздно обработка в линьку. Все это привело к тому, что позиция России, которая была согласна, в принципе, быть партнером, даже какой-то не младшим партнером Соединенных Штатов, перестала устраивать Вашингтон. То есть потребность военно-политического доминирования уже исключала партнерство, потому что партнеры имеют в виду собственные интересы. С партнера надо считаться, пусть даже не на 50%, а на 40%, на 30%, на 20%, но его интересно на каким-то образом считать. Это уже физически было невозможно, потому что столкновение и интересы было слишком большим. И где-то с начала 2000-х годов, в общем-то, Соединенные Штаты переходят к открытому наступлению на Россию. Причем, в первую очередь, на Россию, не на Китай, который вроде бы как наступал на пятки американской экономики, на Россию, потому что китайская экономика на тот момент была серьезно зависима от Соединенных Штатов, во-первых, а во-вторых, Китай не являлся, даже и сейчас еще не является глобальным военным и драком. Он серьезный региональный игрок, он, в общем-то, может защищать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но он не является по своему военному потенциалу второй слева державы, способной ликвидировать Соединенные Штаты. Это не с тем, что рута ликвидирует, нет. Поэтому, собственно, не противостоять, где запоры на Россию он не мог. Таким образом, решая проблему России, Соединенные Штаты решали на обозвение перед все свои проблемы, так как они оставались единственной доминирующей военной силой в мире. Почему я говорю, что открытое наступление начало в начале двухтысячных годов? Потому что именно в двухтысячном году на Украине начался кассетный скандал, акция «Украина без включения» и так далее. То есть, несостоявшийся первый мейнал, несостоявшийся первый государственный переворот. А Украина – это для России наиболее уязвимое место. Не только потому, что там жило по состоянию на февраль месяц прошлого года 45 миллионов преимущественно русских людей. не только потому, что на этой территории было сосредоточено около 40% промышленности, около 60% ВПК бывшего Советского Союза, но и потому, что эта территория является связующим звеном между Россией и Европейским Союзом. А Европа – это вот как раз тот прутик, который переламывает спину лошади. До тех пор, пока Европа находится в американской Союзе, в северном полушарии, в стратегически важном для них, в Атлантическом Литоне, ничего не окружает. По мере того, как Европа начинает склониться экономическим партнером России, позиции Соединенных Штатов отрываются автоматически. То есть, в принципе, это была стратегически важная точка, удар по которой приводил к серьезному подрыву международных позиций Российской Федерации, к срыву массы интеграционных проектов на постсоветском пространстве и к подрыву, в том числе, внутри политической стабильности в Российской Федерации. То есть, решилась сразу масса проблем. Это не получилось в 2000 году, это плохо получилось в 2004-2005 году, потому что украинская политическая элита оказалась адекватна не только тем задачам, которые стояли перед ее собственным государством, но оказалась неспособной даже решать чужие задачи под чужим руководством. Слишком уж сложным человеком был Виктор Андреевичевич, Девченко, и слишком уж фароватом было его окружение. Ну, получилось в 2014 году. То есть, весь этот период времени, собственно, все действия Соединенных Штатов были в значительной степени направлены на немыкнем так как-то нем подрывные международных мировых, глобальных позиций Российской Федерации. Потому что когда не получилось в 2000 году на Украине, сразу же начался следующий этап в Грузии. Он практически совпал с удавшимся переворотом на Украине. Дальше, в принципе, первое, что делает грузинское правительство, это не создает, как до сих пор многие рассказывают, витрину западного процветания Грузии. Грузинское правительство Саакаширина начинает провокацию. Провокацию военной конфронтации с Россией. В конечном итоге это приводит к войне 08-0808-0808. Развязала Грузия эту войну, будучи абсолютно уверенной в том, что Российская Федерация не сможет адекватно противостоять в Абхазии и Южной Осетии. Собственно, не Грузия была бы, более уверенно, в Соединенные Штаты. Если бы Россия в тот момент вынужденно оставила бы Осетию и Абхазию, она бы подорвала бы свои позиции на Кавказе. У них просто бы не осталось союзников. Поэтому, скажем, той же Армении было бы понятно, что если Россия оказалась не в состоянии защитить Южную Осетию, то она не защитит и Армению. А союзник, который не способен защитить, никому не нужен. Соответственно, легли бы все эти интеграционные проекты из Казахстана, который тоже сделал бы свои выводы. Да и из Беларуси появились определенные сложности. Там, конечно, пространства для маневров Лукашенко было бы поменьше. Но, тем не менее, все бы интеграционные проекты бы заберли. И Россия объективно была бы опрошена на позиции региональные торжа. А это, в свою очередь, привело бы к серьезным интерполитическим осложнениям. То есть, американцы получили возможность для более активной игры, собственно, на российской территории. Когда в Грузии не получилось, началась цепь проблем в Северной Африке, которая быстро и объективно привела к Сирии. Сирия – это последняя база Средиземноморской эссоциации. Потеря Сирии ввела к подрыву авторитета на Ближнем Востоке. Так что, это уже закончить проблем. То есть, вытеснение России как геополитического игрока, объема маргинализации. Когда в Сирии не получилось, тогда Соединенные Штаты вернулись, собственно, к Украине. Как можно сказать, это самый болезненный, самый важный для России точно на карте планеты. И вот удавшийся государственный переворот в Киеве в феврале прошлого года, собственно, и привел к тому, что конфронтация между Россией и Соединенными Штатами, которая началась в 2000-е, развивалась до 2014 года. В 2014 году перешла в режим военных действий. Причем я не преувеличиваю. Все понятно, что две ядерные державы не могут столкнуться к прямому военному противостоянию. Вернее, могут на минут на 20. После этого не останется ни одной из ядер на первых факт, в принципе, и планета-то будет населена чем-то другим, не родом человеческим. В этих условиях реальные действия идутся по-другому, идутся на чужой территории, чужими руками. Удары наносятся по экономике, удары наносятся по внутренней стабильности. В феврале месяца прошлого года Соединенные Штаты загоняли Россию в логическую ловушку. То есть внешне и формально ситуация была следующим образом. Либо Россия отправляет на Украину войска и не допускает укрепление новой власти в Киеве. В таком случае ее обвиняют в нарушении норм международного права, в удушении молодой украинской демократии, в нападении на суверенное государство, что в свою очередь ведет к цепочке проблем, к проблемам в отношениях с Европой, которая в таком случае моментально ввела бы значительно более жесткие санкции, с которой бы просто это отношение были бы по сути другого разорваны. Ведь это проблема со своими собственными союзниками, потому что в Минске, в Астане, в Тереване начинают думать, если можно в Киеве, почему нельзя к нам, вдруг у нас тоже что-то кому-то не понравится. И потом объясняй, не объясняй, но вся заботливо выстроена российским руководством конфигурации интеграции постсоветского пространства и перспективный интеграционный проект Атлантики и Тихого океана просто начинает рушиться по чисто объективным причинам. Вот это один вариант. Второй вариант. Россия войска на Украину не высылает. Там укрепляются откровенно нацистские, антироссийские режимы, которые начинают провокации, начинают дестабилизацию приграничных российских регионов. Собственно, само его появление, отказ от защиты русских на Украине, приходит к значительному недовольству населения внутри российских регионов России. Придется, как объективно слабеет, у него появляется масса внутренних проблем, ему уже не до международной активности. Оно выдурило заниматься дестабилизацией себя внутри страны, и опять-таки многие проблемы для Соединенных Штатов решаются, а получают выигрышную позицию. Просто, кстати, другое Украину за хруст, как могут направлять Россию в нужном направлении. Российское руководство нашло выход из этой сложной ситуации, когда вроде бы и война не началась, вроде бы и мир не наступил, и вроде бы как правительство в Киеве неонацистское и сохранилось, но укрепиться ему явно не удалось, и ликвидация этого правительства вопрос времени не принесла. Причем с высокой долей вероятности оно должно было бы ровнуть еще осенью прошлого года. И с моей точки зрения, то, что его существование затянулось до сих пор и затянется еще какое-то время, как раз непосредственно инициировано настрой, потому что Россия просто на тот момент не могла гарантировать стабильность, безопасность и контроль над всеми этими территориями. Ни с международной точки зрения, ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения ресурсной базы, ни с точки зрения населения, позиции населения с территорией. Поэтому, несмотря на крайне плохую ситуацию, несмотря на то, что на Украине, это гражданская война на текущей десятки тысяч людей, несмотря на то, что ситуация ухудшается и будет ухудшаться, несмотря на то, что это не последняя жертва и не последнее разрушение, но, в общем-то, было принято такое вынужденное решение, и в результате Вашингтон оказался перед необходимостью сложного и тяжелого выбора между плохим и худшим, государством. Потому что надо либо содержать бессмысленное украинское правительство, то есть тратить на это собственные дефицитные ресурсы, а вся история вокруг Украины, вся история борьбы с Арктией развязана именно для того, чтобы использовать чужие ресурсы для поддержания своей стабильности. Либо же уходить с Украины, а уходить с Украины и признавать свое поражение, причем очень серьезное поражение, которое реально переводит всю Европу в российский лагерь. Конечно, ни с сегодня на завтра, ни за одну ночь, ни за одну неделю, ни за один месяц, хоть даже не за год, но очень быстро переводит Европу в российский лагерь и меняет герополитический баланс. Сейчас практически в Соединенных Штатах остается только один, не очень хороший, но по крайней мере и не очень плохой для них выход, это разжигание гражданской войны на всей территории Украины. В принципе, проблемы решаются просто. Для этого надо только убрать Порошенко как условно-легитимную фигуру условно-легитимного президента, признанного таковым Западом и условно признанного таковым Россией. Следующий государственный переворот приходит просто к повсеместной дестабилизации, к полному выходу из-под контроля разного рода ненасызских формирований, к началу быстрой фрагментации страны и к тому, что на территории Украины оказывается одно огромное сомали, куда безусловно вынуждено будет рано или поздно, чем скорее раньше, чем позже, зайти в Россию. Ну и, соответственно, решать все эти проблемы за свой счет. Это, конечно, не лучший вариант для Соединенных Штатов, но, по крайней мере, это вариант, который позволяет серьезно долго связать аксистический ресурс. В России удалось на какой-то период времени оттянуть эту ситуацию полного краха Украины. Я уже говорил, что, с моей точки зрения, украинских ресурсов могло хватить вот этому правительству до октября-ноября месяца 2014 года. То есть в течение 2014 года, осенью или зимой, там ситуация должна была пойти в полное раздражение. И то, что это не произошло, судя по всему, связано с тем, что вот как раз где-то в сентябре-октябре-ноябре месяца российская дипломатия создавала впечатление, что Россия готова отступить, уступить, и Вашингтон был уверен, что он дадает. Это Москва, соответственно, не надо было разрушать Киев, если его содержание нужно было потом повыить. В России. Мне представляется, что в декабре, в январе в Соединенные Штаты поняли, что их водили за нос, что, сказать, капитуляции в Москве не будет. И, в принципе, мы видим, что с этого времени денег и его не дают, серьезной поддержки не оказывают. И, по сути дела, бросили его на произвол судьбы. То есть, по принципу, будь что будет, все равно не там нужно с собой переделаться, начнется стимулизация стороны, но и без всякого американского участия проблема, в сути, Вашингтона будет на какой-то момент решена. Дальше мы столкнулись с ситуацией, когда послушность, это вообще, что в Фарвате или американской политике Европа, с моей точки зрения, слишком долго и слишком послушность, это вообще. Наконец-то начала осознавать, что вот сейчас, да, сейчас Украина вспыхнет, и это практически уже нельзя предотвратить. Но следом за ней вспыхнет Европа, потому что нестабильность будет перебрасываться туда. И это не я придумал, и в этом закрывалили в последнее время не только там Словакии, которые давно этого боялись, а и даже самые отпетые американские союзники вроде поляков, которые стали откровенно говорить о том, что если ситуация на Украине пойдет по пути дальнейшей дестабилизации, то уже на следующий год крайне неприятная проблема могут ждать и Польшу, и весь остальной Европейский Союз. Здесь объективно совпали интересы России и Европейского Союза. С этим, собственно, связан визит Ланда и Меркл в Москву. И быстрое начало переговоров в формате Минска-2, когда, по сути дела, Европа продемонстрировала готовность сдать Киев. Но Европа не продемонстрировала готовность сдать Соединенные Штаты. Сейчас, как мне представляется, европейские лидеры пытаются повторить Путину Горича, то есть усидеть на двух ступках. С одной стороны, с Россией не поссорится с другой стороны, и Соединенные Штаты не изменится. Но дело в том, что Украина в 2013 году еще была тем призом, который можно было отдать, и таким образом как-то дистанцироваться от Борьбы. И сейчас это слишком большая проблема, чтобы быть призом, поэтому задача Украины не решает проблемы Европы. Проблемы Европы могут решить только переходы из лагеря в лагерь, потому что Россия объективно заизлия Солома, выстраивая многополярного мира, а Соединенные Штаты, по мере сужения пространства для ограбления, заинтересованы уже в ограблениях своих ближайших союзников. В этом противостоянии наступает момент истины, то есть потенциалы сторон приблизительно выровнялись, возможности приблизительно равны. Соединенные Штаты находятся в нисходящей динамике, Россия находится в восходящей динамике. Долго вот это балансирование продолжаться не может. Каждая ошибка, каждый неверный шаг может привлечь ситуацию в ту или другую сторону. Если исходить из динамики процессов, то в течение этого года должен рассыпаться Киевский режим и Крышнанская война на Украине перейти на завершающую стадию. Мы знаем, каким образом, путем занятия всей территории ополчением, путем введения каких-то коллективных миротворческих сил, путем отправки туда российской армии, возможно, масса вариантов, в зависимости от того, как сложится ситуация в мире. И после этого, собственно, в завершающую стадию должна перейти геополитическая война. Поскольку мы исключаем возможность прямого ядерного конфликта, если мы его не исключаем, тогда нам говорить не о чем, то мы можем посчитать примерную возможность в Соединенных Штатах продержаться до полной капитуляции или финансово-экономического коллапса примерно в 2-3 года. То есть, с моей точки зрения, к концу 2017-го, начало 2018-го года, при сохранении такого направления, такой динамики развития событий, ситуация в мире должна коренным образом поменяться, то есть фактически должна быть прописана уже к тому времени новая конфигурация планеты, новое международное право, полностью ликвидирован пост-ялтинский мир, но рисунок это другой, причем его точные контуры сегодня трудно представить, но понятно, что это будет не просто мир без доминирования Соединенных Штатов, это будет мир, в котором Соединенные Штаты будут занимать примерно так выше позиции, как Бермания и Япония занимали после 41-го года. Я думаю, что это понимают не только в Москве, но это в Вашингтоне, поэтому, как мне представляется, вот этот вот год будет очень сложным, очень тяжелым, очень напряженным, в том числе и военно-политическом плане, территории и население собственно Украины, он, скорее всего, принесет очень много проблем и жертв, и я неоднократно говорил, могу еще раз повторить, что думаю, что то, что было до этого окажется еще несколько игрой в Височнице, по сравнению с тем, что, в общем-то, может ожидать уже не Донбасс, а что такое, что такое, я думаю, что вопросы не созрели, и, пожалуйста, готовы. Давайте дадим вам время переварить информацию, пока прочитаю записки. Ну, как я и говорила, из трех записок две посвящены Украине. Это понятно. Когда народ Украины восстанет против киевской хурты, когда народ начнет думать и разбираться, кто друг Украины, а кто использует страну в своих интересах. Без мятых, спасибо. Понимаете, против террористического режима восстать в принципе нельзя. Он может либо рассыпаться в силу объективных причин, либо быть уничтоженным внешней силой, но террористический режим, он для того террористического режима, чтобы не допускать восстания. Задайте вопрос, когда самое население Германии восстанет против гитлеровского режима. Да никогда. Оно в апреле 1945 года восстало несколько раз. В мае уже, да, там были одни сплошные антифашисты. А в апреле еще все были поклонниками обожаемого фюрера и ждали, когда он применит вундерваффе и выиграет его ему. Поэтому население Украины не восстанет. Если вы понимаете, что вы можете выйти на улицу с плакатом, а против вас поставят пулемет, это не будет, а вы не выйдете. А те, которые выйдут, быстро окажутся или в тюрьме, или на том свете. И чем больше выйдет, тем меньше шансов, чтобы там выйдут следующие. Это только на Майдане, зная, что их даже дубинками бить не будут, могли рассказывать о том, что, не дай Бог, власть применит силу, мы такие страшные, и нас еще больше придет. Никогда в истории, после применения оружия против демонстратора, на следующий день массы не выходили. Ни в Париже, когда Бонапарт расстрелял из пушек райлистов. Ни в Петербурге, когда в июле расстреляли из пулемета вооруженную, кстати, демонстрацию большевиков. Не было ни у кого желания на следующий день опять идти под пулемет. И на Украине нет, это вполне понятно. Если вас в лучшем случае просто с утра или даже вечером, зачем вам так пожинать, а в худшем случае не пристреляют на месте, никто никуда не пойдет и никто не будет расставать. Вопросы? Созрение вопросов? Да, конечно. Борис Васильев, у меня два вопроса. Первый вопрос. Даже на фашистской оккупации на Украине были какие-то подпольные, ну то есть было организовано какое-то сопротивление. Будем условно говорить подпольные организации. Почему, неужели сегодня даже нет истоков каких-то, чтобы создавать такие организации внутри Украины, в том же Киеве, Одессе, там партизаны есть, правильно, но настолько это непонятно, что трудно понять. И второй вопрос может быть главный. Каковы истоки, на ваш взгляд, того, что происходит на Украине? Ведь антироссийские настроения, они витали уже и в 91-м при Горбчуке, усиливались при Кучине, когда Россия, Украина и так далее. В чем истоки? Что это дремал вот тот нацизм, который оставался при Бандере, что ли? Или как? Ну, давайте начнем с партизан. Не в 1942, не в 1943 году, не в 1944 году, когда освобождали Беларусь, в газете «Правда» не печатали списки партизан, подпольщиков, имена командиров партизанских отрядов, списки их достижений и так далее. То есть, если по российскому телевидению не показывают партизан или подпольщиков на Украине, это не значит, что их нет. Даже отрывочные сведения позволяют говорить о том, что сопротивление существует не только в Харькове, но и в Одессе, и в Днепропетровске, и в Запорожье. И не думаю, что было бы полезно подробно освещать их деятельность. Но ведь видно же, что, скажем, если в подконтрольном Коломойскому Днепропетровске во время парламентских выборов партии и политики, которых ведет Коломойский, проигрывают в значительном количестве случаев. Если в Днепропетровск голосует не так, как Львов, и даже не так, как Киев, а голосует так, как Донецк, то, значит, не совсем все в порядке в Датском Королевстве. Поэтому нельзя сказать, чтобы там не было движения сопротивления. Во-первых. Во-вторых, партизанское движение во время Великой Отечественной войны в значительной степени организовывалось, направлялось и подкреплялось с большой земли. Партизанские отряды «Первые волны» в 1941 году были практически полностью уничтожены, восстановлены было же в 1942 году. Но нету сейчас у партизан Украины и у подпольщиков такой большой земли, как была в Великой Отечественной войне. Потому что в той степени, в которой тогда в этот процесс вмешивалась Москва, она сейчас вмешаться не может. Даже там, где она может как-то косвенно поддержать, она не может это делать настолько прямо и непосредственно. Он может забрасывать оружие диверсионные группы, куда-нибудь там в Киев или в Харьков. Поэтому тоже ситуация не совсем похожа. То есть даже с организационной точки зрения люди сейчас там испытывают значительно большие сложности, чем в тот период. Что касается истоков того, что произошло. С моей точки зрения, здесь есть две составные части. Первая заключается в исконном галицийском национализме, который всегда был русским. Он, собственно, возник как антирусское течение русской милиции. Второе заключается в том, что сам по себе факт создания украинского государства не у СССР в составе СССР. То есть административно-территориальная формальность. А независимого украинского государства был абсурдом. Потому что на территории, населенной на 90% или пусть на 80% русскими людьми, создавалось второе русское государство. В процентном отношении, а не в численности, а в общей численности населения русских на Украине, даже если у них в паспорте были записаны украинцы, ну условно русскоязычных, как говорили, а русско-культурных людей, он жил больше, чем в России, потому что в России жили чуваши, мрадва, якуты, буряты и так далее. А на Украине, почти сложные русские, даже если считали украинцами, вот. И после того, как оно было создано, это самое независимое государство, необходимость его независимости, надо было каким-то образом обосновать. Но вы же не приедете в Рязани, не скажете, дорогие рязанцы, сколько мы рязанцы, то давайте у нас будет отдельное рязанское государство. Кстати, было такое великое княжество рязанское, присоединенное к московскому государству, только в 1930-м году, относительно посту в 16-м веке. То же самое нельзя приехать в Киев и сказать, что, дорогие киевляне, давайте мы будем украинцами, потому что, знаете, была там какая-то административная граница у СССР. И что, обосновать необходимо создание государства можно только одним образом, за границей живут враги. От кого сепарируются? От тех, с кем плохо. Следовательно, Украина же отделяется не от Германии. Вот если бы выделялась бы Бавария, то рассказывали, что плохо жить с русаками вместе. А поскольку Украина отделялась от России, значит, плохо жить с русскими. Почему? Потому что колбасу забирали вообще всю жизнь в Нитали. И плевать на то, что в Харькове и в Белгороде, там, или в Донецке и в Ростове, значит, люди друг от друга практически не отличаются. Это необходимо было обосновать. Плюс местная элита, а лучше в руки государства, обладавшие этим огромным постсоветским наследием, и приступив к его приматизации, совершенно не хотела делиться с центром, и не хотела, чтобы им кто-то руководил, что-то им запрещало. В общем-то, все это сложилось в одну мозаику. Элите необходимы государству, потому что надо поделить все, что осталось от Советского Союза. Народу надо рассказать, зачем это государство необходимо. Единственное логическое обоснование, идеологическое, это Галицейский-Росоповский проект. Он уже готов, он уже идеологически обоснован, он уже существует практически столь лет. Осталось только взять его на вооружение, и, кстати, наложить на нужную матрицу. Вот совпадение этих интересов привело к тому, что с первых дней существования современного украинского государства началась Псоповская пропаданда. Действительно, еще при Кравчуге начали рассказывать о том, что ГАЗ-150 это плохо, потому что это не позволяет модернизировать правильную ситуацию. Сказал, ГАЗ-150 это тоже плохо, потому что не позволяет модернизировать правильную ситуацию. Ну, хоть дождь идет, хоть солнце свечет, все равно плохо, все равно русские виноваты. Это логически неизбежный процесс. Кстати, будет создано государство Новороссия, и через 10 лет оно будет таким же русофобским, потому что надо будет объяснить новороссам, почему они новороссы и не русские, почему у них там проходит граница, зачем собственное государство, зачем содержать собственную элиту. Вот абсолютно то же самое. Создайте независимое государство в Сфоне или в Новгороде, и оно тоже будет русофобским. Опять же, по той же самой причине. Потому что, а иначе, а зачем? Зачем русским 3, 4, 5, 10 русских государств, чтобы содержать 4, 5, 10 президентов, чтобы в каждой стране содержать по 10 посольств, чтобы содержать 10 армий, в этом нет никого смысла. И чем больше русских государств, тем больше расходы на государственные парады. Поэтому их необходимость надо обосновать. И обоснованно оно может быть только одним. Вот там за границей живут плохие русские, а мы другие, ну, псковичи, новгородцы, все великие, украинцы, кто угодно. Кстати, был бы Крым независимым, здесь тоже бы началась буквально через полгода антироссийская, был бы, началась бы. А он просто не был независимым. Максим? Да, спасибо. Максим Головань, Московский комсомолец Крыму. Ростислав, вот два вопроса, ну, вот уже некоторые вы, так вот, несколько тезисов у вас прозвучало, как говорите, русские на Украине, да, то есть это жители Украины, это вот преимущественно русские, считаете ли они все таковыми или нет. Ну, понятно, что, как говорите, вопрос времени свержения режима нынешнего киевского. А вот как выбить из сознания населения, который за все эти месяцы, уже больше года, с помощью там телевизора и прочих инструментов, билось сознание, то, что Россия агрессор и прочее, прочее. Как вот эти мозговые вирусы выбить, если даже вот сместить режим там Порошенко и прочее, прочее, да, то есть насколько это трудоемкий процесс, потому что люди с антироссийским настроением там живут, телевизор и прочее сделали свое дело. Второй момент касаемо привязки к Крыму. Вот недавно начальник крымского управления ФСБ Палагин заявил, что Украина готовит 15 программ по дискредитации российской власти в Крыму. Будут бить на то, что у нас цены повышаются, у нас все плохо, и пытаться проукраински настроенные граждан, органы власти интегрировать и все остальное. Насколько, по-вашему, вот удастся раскачать лодку, если будут на то денежные вливания из-за границы? Ну, соответственно, американцы. Ну, я не совсем понимаю, как американцы могут осуществить денежные вливания в Крым для того, чтобы приводить здесь к власти проукраински настроенных граждан. Значит, рассказывать о том, как в Крыму плохо, и так украинские средства массовой информации рассказывают, но проблема в том, что в свое время Николай Иванович Узаров, лучший премьер-министр, рассказывал, как в стране хорошо. Ну, вот я тогда понял, что люди считают деньги не в отчетах Николая Ивановича, а в своих кошельках. И вот это несовпадение приводит к тому, что правительство, рассказывая о том, как хорошо, теряет значительно больше, чем если бы оно бы рассказало, что существуют объективные трудности, и объяснил бы, почему они существуют. Так вот, на Украине становится так плохо, что рассказывать, как плохо в Крыму или на Камчатке, это уже бессмысленно. Потому что в реальности, если до, может быть, до последнего месяца даже, или до последних месяцев, ситуации были условно сопоставлены, в конце концов, из Киева не видно, как же было в Москве. То есть, когда, значит, можно посмотреть, если тут гривна падает, там рубри меньше, процессы неудержим, нам плохо и еще хуже. То сейчас там становится настолько плохо, что никого уже не интересует, кому хуже. Потому что люди начинают все ближе и ближе скатываться просто к грани выживания. А когда речь заходит о том, выживу я или нет, рассказывают мне о том, что в Крыму снег в мае выпадает бессмысленно. Там или выехал. Поэтому я не думаю, что возможны какие-то серьезные успехи на ниве политической украинизации Крыма сейчас. То есть для этого надо, по крайней мере, иметь рядом позитивный пример, которого просто нет. Что-то, прошу прощения. Мозговые вирусы. Да, да, да. Что касается борьбы с мозговыми вирусами, как это уже выразится. Ну вот с инфрити. Когда советское население, да, которому вроде бы ничего плохого, кроме хорошего, там, ни Советский Союз, ни коммунистическая партия не сделали, вдруг отказались от территориального единства и от советской идеологии, началось, кстати, разбегаться по разным углам, так весьма резво и довольно разбегаться. В тот момент, когда они потеряли доверие к советскому правительству, но не в плане, там, каком-то идеологическом, а в плане его устойчивости и соответствия, поставленных перед ним задачами. То есть к тому времени, как Емисон отправил Горбачев на спалку истории, Горбачев настолько себя дискредитировал вместе с собой постпрезидента СССР, а вместе с постпрезидентом СССР, по сути, делает центральную власть в Советском Союзе, что его никто не собирался, по большому счету, защищать, а вместе с ним не собирался защищать СССР. Вот точно так же сейчас себя, только значительно более быстрыми темпами, дискредитирует украинское правительство. Понятно, что это не происходит в один день, и понятно, что все равно останутся люди, которые будут, собственно, с большим пиететом относиться к нацистам, и даже будут готовы защищать это с оружием в руках. Вопрос в том, сколько их останутся. То есть большая часть населения, которому, по большому счету, все равно какие-то флаги жили они в Советском Союзе, в Советской Украине, сейчас живут в независимой каком-то, все поменялось, раньше верили в одно, сейчас верили в другое, почему завтра они не могут верить в что-то третье? То есть они не один раз поменяли точку зрения, исходя из того, что им будет лучше в независимой Украине, они вступят в Европу, будут жить как немцы, почему они сейчас не могут поменять точку зрения, решив, что им лучше будет в зависимой Украине, потому что они вступят в Россию, и будут жить как русские. Проблема, как считается, в том, что украинское государство еще не дошло до полной степени распада, хотя очень быстро к этому приближается, фактически, с моей точки зрения, это вопрос ближайших месяцев. А само украинское правительство еще не дошло до последней степени дискредитации украинской идеи, оно уже перешло к удержанию власти методами террора, причем почти открытого. Но осталось перейти к удержанию власти всем совершенно уже открытого террора, то есть когда власть придет в руки нацистов, которые уже даже не скрывают, что они нацисты, и не являют, что на Украине нет фашистов, которые признают, да, нацисты, потому что вот такое у нас государство. К этому моменту просто украинская государственность будет дискредитирована, а святое место пусть и не бывает. Если нету идеи, которая грела до сих пор, то должна появиться какая-то другая. Я не вижу другого предложения для этого населения. Нельзя ему предложить румынскую идею, польскую идею. Вместе с украинской государственностью дискредитируется идея большого светло-европейского будущего. Ну, не привели Украину в Европу после того, как свергли на поле чего. Год уже прошло, они привели и не собираются принимать. И сейчас даже самые отпетые украинофилы стонут о том, что Европа их предала. Ну, вот предала Европа, предал Порошенко, предал Яценюк, предали Соединенные Штаты, кто не предал? Ну, рядом только Россия на тебе остается. И когда возникает вопрос выживания, то я еще раз вернусь к примеру 1945 года. В конце апреля все фашисты. Даже если бы на СТРП не составляют, но обожаемого фюрера поддерживают. В начале мая стоят в очереди к полевой кухням и все антифашисты. Причем многие из тех, кто был свято уверен, что надо поддерживать обожаемого фюрера, буквально через две недели были свято уверены в том, что они всю жизнь против нацизма боролись. Психология меняется очень быстро и резко, особенно в такие переломные периоды. Я не могу понять только люди, которым 14, 15, 20, ну даже 25 лет спрашивают, а как это поменяется? Ну, когда спрашивают люди, которым 40, 50, 60 лет, которые видели, как все поменялось в СССР моментально, при том, что там, извините, не 20 лет, там 70 лет насаждалась определенная идеология, и эта идеология имела под собой материальное основание. То есть людям не только рассказывали, как хорошо будет жить в светском коммунистическом будущем, они имели вполне, так сказать, определенные гарантии того, что от рождения до смерти они проживут спокойно, там, ну я, яхты иметь не буду под 200 метров, ну, так, по-моему, в этом зале никто яхты 200 метров, они имели. Но, тем не менее, будут работать, зарабатывать, получать пенсию, спокойно жить, возить детей в пионерские лагеря, ездить в дома отдыха и так далее, и так далее, и так далее, много было преимуществ. И самое главное, что большинство из тех, кто выступал в 90-м, 91-м, 90-м году, 89-м против советской власти, с ее падением ничего хорошего не получили, наоборот, жизнь для этого ухудшилась. Но, тем не менее, достаточно было всего-то небольшим, даже не политическим потрясением, небольшим малозаметным изменением произойти, чуть-чуть смениться идеологическим акцентом в прессе, чуть-чуть смениться акцентом в пропаганде, и все, все посыпалось. Почему в Украине должно быть другого? Да, Василий Данович, пожалуйста, вопрос. Александр Владимирович, Вы достаточно стройный картинку современного положения Мерлой, где политики образовали, и тем не менее, вот каково вместо Крыма и роль Крыма в этом глобальном противостоянии западного проекта с российским? В Севастополе находится база российского флота и находилась там всегда. В феврале-марте 2014 года фактически от ситуации в Крыму зависело очень много, потому что, если бы Киеву тогда удалось бы расшатать здесь ситуацию очень быстро и начать просто банальную резину, то Черноморский флот просто не мог бы не выставить. Потому что я об этом, что я говорил, писал, даже проблема заключается в том, что под угрозу были бы оставлены жизни членов семьи военнослужащих Российской Федерации. Хочешь, не хочешь, люди, у которых есть оружие, пошли бы защищать свои семьи. И тогда бы сложилась ситуация, в которой Черноморский флот начал бы стрелять. И тогда Россия либо должна признать, что ее вооруженные силы вступили в войну на Украине, либо она должна была бы признать, что она не контролирует крупную войсковую группировку, целый Черноморский флот. И он не выполняет больше приказной усыпы. И одно, и второе было бы очень плохо с международной политической точки зрения. Поэтому, собственно, в Крыму произошло то, чем не произошло, допустим, в Донецке или в Харькове. В Крыму внезапно появились люди, одетые в непонятную форму, блокировали украинские воинские части. В процессе выяснилось, что это просто у мирных крымчан у каждого лежал камуфляр, домоказка и автомат. Они все вышли и начали воевать. И в течение двух недель это закончилось. Быстро и эффективно. Сейчас Крым является уже, не такой важной с точки зрения геополитики, но тоже достаточно чувствительной точкой для России, потому что это регион, который требует поддержки, это регион труднодоступный, потому что он просто отрезан сейчас территорию Украины. Это регион наизвима. Поэтому он требует, кстати, избыточного военного присутствия, поэтому Россия здесь развернула крупную войсковую группировку для защиты. Значительно более крупную, чем требовалось бы для защиты Крыма в других условиях. Вот это регион, на который бы оказывалось, и будет оказываться давлением. С моей точки зрения, опять-таки мы летом прошлого года счастливо миновали опасность открытого вторжения в Крым, потому что при необходимости втянуть Россию в военный конфликт у Киева был единственный вариант. Он никогда не признавал перехода Крыма под новую юрисдицию. И, следовательно, в любой момент мог послать войска на перешей с заявлением, кстати, о том, что он просто восстанавливает свой суверенитет на утраченные территории. Ну, вот тогда был избран просто другой вариант, потому что, очевидно, не знаем, где больше в Киеве или в Вашингтоне, скорее просто, скорее, все-таки в Вашингтоне оказалось, что проще ДДИ, ДНР, ЛНР и таким образом доставить Россию выстрелить. Вот, и тогда Крым счастливо миновал опасности вторжения. С моей точки зрения сейчас опасность минимизирована, потому что просто все силы украинской армии ушли на войну в Донбассе, и все, что у нее осталось, связано в Донбассе. То есть на Крым можно наступать разве что тракторами или зелью. Даже при всей сервильности, всей безбашенности киевских политиков приказ подать они не могут, вряд ли кто-то будет выполнять, не ходят или с гражданами на душу. С моей точки зрения, существует другая опасность. При распаде украинского государства появляется огромное количество нацистских банд, которым, по большому счету, все равно с кем никак воевать, они ведут полупартизанскую войну. А Крым тоже становится уязвимой точкой, потому что у них, кстати, есть свои счеты, и у них будет в какой-то степени даже приятно. На министерии России ударили на Крыму. Да, я думаю, что с тех пор, как здесь еще и Прикучин, и Переменкович, и Прилючин, СБУ выстраивал сеть своих опорных пунктов, до сих пор еще какие-то возможности остались, какие-то старые связи. Поэтому тогда возникнет просто опасность мелкого точечного террора. Не могу сказать, что она такая уж супербольшая, все-таки Крым почти острый, все-таки так просто попасть. Но тем не менее, тогда опасность каких-то непосредственных военных акций в Крыму или против Крыма увеличится, но все-таки это не опасность в какой-то крупномасштабной войне. С моей точки зрения, на сегодня позиция Крыма такая. Понятно, что в глобальном противостоянии Крым не может постоянно занимать такое же место, как Китай. То есть он может на какой-то период времени, точно так же, как Донецк или Луганск, стать точкой приложения стратегических усилий, но мы же прекрасно понимаем, что, скажем, Сталинград, который был важнейшей точкой на карте в конце 42-го, начале 43-го года, ни до, ни после этого, относительно короткого промежутка времени, не был таким уж важным пунктом в Санкт-Петербургском фронте. Да, вторая половина зала, левая, там есть вопросы. Левая сторона. Санкт-Петербургское земляничество Крыма, если поблагодарить вас за очень четкий, ясно-понятный рассказ. Ну, а теперь мне хочется задать такой вот маленький-маленький вопрос глобальной политики в отношении Крыма. Как выглядит с точки зрения глобальной политики из Москвы и Киева, вот тот проект, который начинает протягивать о создании национальных, культурных, украинской автономии в Крыму. Ну, мотивация такая, что 400 тысяч украинцев и надо, как бы, так сказать, поддержать культуру, и это все не отрасто и не отрасто. Я не знаю, как это выглядит с точки зрения Москвы или Киева, или даже Санкт-Петербурга. С моей точки зрения, это абсолютный абсурд. Потому что, как я уже сказал, с моей точки зрения, еще не произошло непопробимого разделения из единого русского народа. Да, уже потеряны, причем навсегда потеряны миллионы, но не все. И даже те, кто в паспорте было записано украинец, это все время я украинец, не являются членами политической украинской нации. Поэтому, если не педагировать этот процесс, не подпитывать его искусственно, то, соответственно, через некоторое время мы будем рассматривать проблемы украинско-российских отношений, так же, как сейчас рассматриваем проблемы взаимоотношений Великого княжества Московского и Великого княжества Тверского эпохи Ивана Калитой. Очень враждебное государство. Повезали друг друга. И ничего. Сейчас как-то никто не говорит, мы Тверичи не у нас, конечно. Все нормально. Мне представляются подобные проекты абсурдными. То есть, есть ли какая-то группа лица хочет где-нибудь в Ямало-Ненецком национальном округе создать украинский народный хор или танцевальный ансамбль. Пусть все создают, это не проблема. Кружок вышивки крестиков. В общем-то, законодательство позволяет, я не понимаю, почему, скажем, государство должно это поддерживать финансово. Не запрещено, разрешено, пожалуйста, работать. Но искусственно поддерживать процесс украинизации, если мы с точки зрения абсурдной, даже рисуем. Роль иностранцев в правительстве Украины. Ну, как пел Высоцкий, там даже не на четверть, а на три четверти больше наш народ, потому что какие же там грузины, литовцы, иностранцы. С моей точки зрения, проблема не в том, что они иностранцы или не иностранцы. Проблема в том, что они люди, провалившие все у себя на родине. Назначать ее в другую страну с другими условиями, с другими незнакомыми им законами и проблемами, расписываться в том, что эта страна уже списана в пути. Потому что, извините, но команда Саакашвили, ну, это все равно, что сборная Люксембурга по хоккейу. Что-нибудь слышали, да, и я не слышал. Вот это в политическом плане грузинские менеджеры на Украине. Да, вот Ваш первый ряд вопросов. Да, вопросов зала. Слышки, подождите, подождите. Славович. А, да. Добровечен, Александр Дамиленко. Зеркало Крыма. Ростислав Владимирович, а как Вы оцениваете вот ситуацию внутри Кремля, ситуацию вот во властных кабинетах, где же, да, так называемая история противопорствующих башен? Потому что множество российских экспертов очень активно критикуют ту или иную часть российской власти. и вот в этом контексте как Вы могли бы прокомментировать недавно опубликованную в газете «Известия» статью представителя следственного комитета Маркина Владимира, по-моему, как раз где он явно или не явно выступает с критикой российского правительства. Спасибо. Мне даже не могу прокомментировать статью Маркина «Известия» я его читал. А то, что не читал... Ну, а вот сам факт. То есть там... Слушайте, я не комментирую то, что я не читал. Давайте я Вас спрошу, как Вы можете прокомментировать последнее выступление об Абаме. Значит, что касается ситуации внутри Кремля, очень хорошо ее оценили. Мне не важно, кто рассказывает стать российскими экспертом и даже российскими политиками. Потому что мой опыт знакомства с российскими экспертами, с российскими политиками свидетельствует о том, что люди любят рассказывать о том, что именно Путин подумал в 4 часа ночи, переворачиваясь слева на правый бок. На вопрос Вы владаете экстрасенсорными способностями, но он нам сам об этом рассказывает. Люди закатывают глаза под потолок, поднимают плечами и разводят руками стать небедом, как будто это же всем понятно. Зачем же такие вопросы задавать? То есть, как правило, люди любят рассказывать о том, чего они не знают. Я уководствуюсь обычными фактами, причем теми, которые были очевидны. С моей точки зрения, в том состоянии, в каком Россия была в 2000 году, когда ее принял Путин, привести ее в сегодняшнее состояние за 15 лет в условиях противоборства внутри политической элиты было бы просто невозможно. Физически невозможно. кроме того, утверждения о глубоком противоборстве и противостоянии вступают в противоречие с утверждениями тех же политологов, тех же экспертов и тех же политиков о том, что все решения от страны принимает один человек. Он что, сам с собой борется? Левая полушария против правого? Если у него есть много советников с разными позициями, я бы тоже хотел бы иметь много советников с разными позициями, всех послушал и принял решен. Я лично вижу последовательную выявленную политическую линию, которая проводится в очень сложной международной остановке и которая, среди всего прочего, приводит к возвращению Крыма в Россию. Я не думаю, что год назад, 26 февраля 2014 года, через 5 дней после переворота, огромное количество крымчан было уверено, что уже в середине марта они будут в составе России. Я к нестерпидаю, что чем дольше будет проходить с этим времени, с этого момента, тем больше людей будут уверены в том, что они еще в 10-м году устраивали, что 16 марта 2014 года это не было в России. Но полагаю, что на самом деле для моря это было неожиданное и сложное решение. Вот, как вот, среди всего прочего, это, посредствия реализации долгобременной выявленной политической стратегии. потому что даже если предположить, что Владимир Владимирович проснулся утром и решил оттайка я верну Крым, то для того, чтобы реализовать эту возможность, надо, чтобы сложили соответствующие обстоятельства. в 2005-м году он не мог вернуть Крым ни при каких условиях, что бы здесь не происходило. Просто технически. А в 2015-м, в 2014-м году уже мог. Если бы в Кремле происходило бы то, что о нем рассказывают, то сейчас не было бы ни Кремля, ни Путина, ни России. А вопрос заключается в том, что Россия борется за глобальное доминирование. Так что не знаю, пусть те, кто утверждает, что там большие и сложные противоречия, расскажут, докажут, объяснят, в чем эти противоречия выражаются, ну, кроме теории с выбором. Алексей Кочеленко, пожалуйста. Где у нас микрофон-то умеряет? Давай его дадим первому рядом, потом. А мы так услышим. Да, давай. Ваши оценки реализации в России сценария Майдана и какой поспектив есть ли вообще какая-то придется внук вашей информации и какие большие шансы ее на с Знаете, с моей точки зрения Россия угрожает не так Майдан, как Анти-Майдан. Потому что те силы, которые потенциально могли бы организовывать Майдан, они давно маргинализированы, не авторитетны, ну, и все их потуги в общем-то приводят к тому, что они теряют, теряют, теряют политику даже поддержку на улице. И понятно, что в принципе у российского правительства есть достаточно сил, возможностей и политической воли для того, чтобы задушить взорвышу одного рода выступления. Я думаю, что при условии, что в правоохранитель полетят камни и коктейли и молот в Москве долго церемонятся одним образом. С другой стороны, понимаете, ведь Соединенным Штатам по большому счету все равно на этих интересах и правах. На патриотических интересах, на непатриотических интересах. Главное, чтобы эти интересы были оппозиционные правительства. То есть им все равно вы выступаете против правительства или вы выступаете за правительство, но считаете его слишком слабым и его необходимо подталкивать. Как только на улице появляется толпа, которая диктует свою волю правительству, то не суть важна, эта толпа требует изменить внешнюю политику или эта толпа требует пересажать оппозицию. Важно, что эта толпа ставит под сомнение о законах. А таким образом она ставит под сомнение легитимность власти. То есть если можно сегодня продиктовать одно условие, то завтра можно продиктовать уже и другое условие. В конечном итоге власть толпы всегда одно и то же. Вне зависимости от того, выступает эта толпа за ассоциацию с ЕС или за укрепление российской власти и уничтожение российской оппозиции. Поэтому с моей точки зрения сейчас очень важно с одной стороны сохранить патриотический подъем, когда люди действительно готовы выходить на улицы и поддерживать свое правительство, а с другой стороны не дать мы перерасти в анархию и в кольтах толпы. А что касается Майдану, по этому поводу сюда не беспокоюсь. Для Майдана нужны лидеры, структура, кто? Кто в России является потенциальным лидером Майдана? Невцов, Навальный, Собчат, Каспар. Назовите мне этого человека. А ведь он должен выйти на улицу и провести за собой миллионы. Да, я понимаю, что возможно какие-то точечные удары. Меня в частности беспокоит Екатеринбург не потому, что там возможен майдан, а потому, что там возможна дестабилизация. Я даже понимаю, в принципе, почему Екатеринбург. Потому, что это важная стратегическая точка на карте. Это город, после которого центральная часть России и с Тюмейши с ее газом, и с Дальним Востоком, связана одной и ниткой дробой. Не все своют восьмой дроби. Дестабилизация, пусть даже временная, это дестабилизация всей России. Это совсем не хуже, чем гулять с полхотарем вокруг Крымля, а может быть, даже и лучше. Но какие-то точечные уколы, да, могут произойти. Хотя я думаю, что, в общем-то, российские власти, российские спецслужбы должны за последние 10-15 лет вообще-то приготовились адаптироваться к минимизации подобных рисков. Но угрозы именно Майдана по украинскому сценарию не вижу. Знаете, в конце концов, он долго готовился, он трижды пересопускался и только через 15 лет после первого старта, через 14 лет, он привел к тому результату, который мы имеем сегодня. Но нет у Соединенных Штатов в России ни 14, ни 10, ни 10. Они просто не успевают запустить подобные проекты. Самое главное, проект Майдана может быть действуем в том случае, если власть не готова выполнять свои обязанности и пользоваться своими полномочиями. Как говорил Янукович, я не могу пролить кровь в 4000 и в 1-х тестов, пусть лучше они перестерляют 50 тысяч по экстраграммам. Если власть готова выполнять свои обязанности и пользоваться своими полномочиями и говорит в полицию нельзя бросать камни, то Майданы не будут. Сергей, задавался вопрос. Здравствуйте. Сергей Евгустов, Крымское Эхо. Вам такой вопрос. Вы уже в своем искуплении ранее упоминали, затрагивали с темы неестественности границ государства, сникших после развала Советского Союза. Вспоминали цветные революции, удавшиеся и не удавшиеся там. И вот особенно в связи с конфликтом с кризисом на Украине очень интересует тема Средней Азии. Несмотря на то, что там есть союзные и буферные для России государства, тем не менее юг самый подблющий в общем в России Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан. Какие угрозы связаны с... Какие угрозы для России несет этот регион ключевое, безусловно, особенно в условиях формирования Евразийского Союза? Спасибо. Значит, если я правильно помню политическую географию, то Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан это подблющий Казахстан. А вот уже Казахстан подблющий Россией. Поэтому при условии стабильного режима в Казахстане проблемы с Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном не являются непосредственными проблемами России. Это важные территории, но не непосредственные проблемы России. Я напомню, что даже Российская империя в своем стремлении на юг собственно территории Узбекистана и Туркменистана занимала только в ответ на опасность британского вторжения в Среднюю Азию. И более того, независимое Бухарское ханство, Хивинское ханство и Бухарские эмира сохранялись до 1920-го, если не ошибаюсь, года, когда их уже Красная армия опрегировала. То есть на сегодня учитывая реальные возможности России, из всех перечисленных территорий более или менее серьезно контролироваться может только Таджикистан, потому что там еще с временем гражданская война и остается российская военная база. Понятно, что оттуда российские войска прямо сейчас не уйдут и завтра не уйдут. Соответственно, правительство Таджикистана будет с учетом реальных, с учетом военно-политических реалий под контролем на значительной степени России. Хотя это не значит, что обстановка в Таджикистане будет полностью контролироваться. Там есть свои проблемы, свои реалии. Что касается Узбекистана и Туркменистана, то это государство, которое в общем-то борется за доминирование в Средней Азии. И тот факт, что Казахстан является союзником Российской Федерации, как раз дает Астане дополнительные возможности в том, чтобы перевесить в этой борьбе и Узбекистан, и Туркменистан. Собственно, сейчас Казахстан по большому счету является неоспоримым среднеазиатским лидером и по своему экономическому потенциалу, и по своему военно-политическому потенциалу, потому что он все-таки опирается на Россию. И потому, что территория Казахстана также связывает Среднюю Азию, территория России связывает души Советского Союза. То есть без Казахстана по сути дела нет единой Средней Азии. Поэтому с точки зрения стратегии для России самым важным государством Средней Азии является Казахстан. Там могут быть внутреполитические проблемы в связи с тем, что Нуркутан Абишевич пожилой человек и соответственно нарастает естественная борьба за Казахстан после Назарбаева, то, кто там будет самым главным. Но есть интеграционные и кроме того в Казахстане очень серьезно опасаются Китая. Причем все абсолютно политические кланы Казахстана больше всего в этом мире боятся Китая. Во-первых, потому что они знают, что Китай неоднократно владел Средней Азией. А во-вторых, потому что они знают, что в составе Российской империи количество Казахов увеличилось. А в составе Китая кто туда не попал все стали ханьцами. И прекрасно понимают, что 16 миллионов республикций, 20 миллионов Казахов, они просто растворятся в Китайском море незаметно. Они считают это самой большой опасностью на Казахстане. они прекрасно понимают, что хотя переться можно только на России. Поэтому в Средней Азии безусловно могут быть серьезные проблемы, но не такие критические были. Я думаю, что основные проблемы в Средней Азии ожидают Россию после окончания геополитического противостояния с Соединенными Штатами. потому сегодня Средняя Азия со всех сторон обложена государствами, которые объективно заинтересованы в поддержке России. Иран противостоит Соединенным Штатам, Иран это традиционный Европей на поле Средней Азии, Китай противостоит Соединенным Штатам, Китай это традиционный Европей на поле Средней Азии. Когда Соединенные Штаты из этой схемы убираются, то и Китай, и Иран становятся конкурентами России, в том числе в Средней Азии. Китай и на Дальнем Ростопе и так далее. Как будут складываться отношения выстроена новая мировая конфигурация сказать очень сложно. Теоретически можно обойти проблемы конфронтации, можно учесть интересы всех и можно действительно выстроить новый условно прекрасный имя. Но ведь любые теоретические построения они всегда спалкиваются с практикой, с интересами, с тем, что не все люди и не все политики адекватно воспринимают действительность даже со всякого рода случайностями. Поэтому исключать опасность определенной конфронтации в Средней Азии нельзя, но через промежуток времени и думаю, что все-таки после Соединенных Штатов, потому что сейчас у них может быть и есть желание поджигать костры, подобные украинскому по всему миру, но уже очень ограничены для этого возможности, и надо концентрироваться на Европе, а не бросаться куда-то еще в Среднюю Азию на Кавказ. Ну и кстати Кавказ в общем-то в этом отношении предпочтительней там проще зажечь и меньше дробных потом бросать, меньше средств на это тратить. И опять-таки доступ туда Среднему Штатам проще чем Средний Азию. Так что я думаю, что в ближайшем будущем в принципе сложно сделать эти проблемы этого региона, они не будут доминирующими. Олег Казарев, да, пожалуйста. Олег Казарев, Русский дом. Скажите, пожалуйста, вы говорили о вариантах выбора у Соединенных Штатов, вариантах выбора России, а есть ли какие-то варианты выбора у Евросоюза или у них совсем уже все плохо и они только могут идти на поводу у Соединенных Штатов или у России и не имеют уже никакой самостоятельности политики? У них, конечно, все плохо, но варианты есть всегда. Знаете, скажем, год назад Европейский Союз, приняв правильное и даже компромиссное решение в украинском конфликте, мог за чужой счет стать крупным геополитическим игроком. Вот это время уже прошло, сейчас он этого сделать не может. Но у Европейского Союза есть выбор между продолжением движения фарват или американской политики, это быстро и эффективно входит Европейский Союз к той же позиции, которая сейчас находится в Украине. То есть к распаду внутренним конфликтам, столкновениям, я даже не хочу предполагать, до чего все это может дойти, потому что тогда уже мы будем говорить не о сотнях тысяч или потенциальных миллионах жертв, а о десятках миллионов и о разрушении всей Европы. Такой вариант тоже возможен. Возможен вариант быстрого длифа под российский зонтик. Это решает многие европейские проблемы, но Европа уже не может быть таким равноправным партнером, как она могла стать в прошлом году, она уже будет переходить в состояние младшего партнера. на сегодня европейские средства пытаются занять промежуточную позицию, условно посмотреть, кто выиграет, кто и прислонится. Позиция для Еврослава это позиция Януковича и Кучма, которые пытались сидеть на двух стульях, но эта позиция объективно основана, потому что в политике существуют определенные объективные инерции. Люди, принимавшие в течение многих лет в течение политической жизни определенные решения, не могут резко на 180 градусов приложить штурвал. Вернее, могут только в определенные критические моменты, когда этому способствуют обстоятельства. В прошлом году обстоятельства послушали, а сейчас нет. Поэтому сейчас, если те же самые Меркель и Анлан проснутся утром и скажут мы больше не любим Соединенные Штаты начинают дружить с Россией, то их собственная оппозиция у них спросит «Ребята, а что вы думали целый год? А мы же вас предупреждали?» И они будут вынуждены уйти с политической арены, но одним, двумя, тремя политиками вполне пожертвовали. Но это уже крупные политические рекламы с серьезными внутренними внешними политическими связями, со связями с бизнесом и так далее и более того. Это еще и позиция европейской бюрократии, которая чувствует себя нужной только под американским зонтиком. Она всю жизнь евро-бюрократия сидящая на Брюсселе по принципу Соединенные Штаты принимают решения, а мы получаем хорошие зарплаты суточные и неделюбочные. И только их озвучиваем, ни за что не отвечаем. Должность очень хорошая. И путем этого неестественного отбора там просто уже произошел набор определенных политических людей, которые не могут работать другому, они мыслить по-другому не могут. Поэтому несмотря на то, что в Европейском Союзе растет количество политиков, которые абонируют действующие политические и несмотря на то, что многие даже бывшие проамериканские политики начинают колебаться, но развернуться весткой моментально сейчас они не могут, а времени у них не так много. У них времени ровно до тех пор, пока не вспыхнула вся Украина. Ну, а это уже вопрос непрогнозируемый. То есть она может загореться завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, могла вчера, могла месяц назад. То есть по большому учету они уже находятся внутри пожара. То есть ситуация может обрушиться в любой момент. Возможно, у вас дом горит, и вы думаете, когда оскорбило рухнуто. Поэтому они пытаются тянуть время, в том числе путем переговоров. Они пытаются, и уже глянские в этом интересы совпадают с сегодняшними интересами России, пытаются продлить жизнь режиму Порошенко, для того, чтобы получить время для маневров. И каким-то образом постепенно, постепенно умеет перестроить свои политики. Но то же в том, что они не одни сидят за шахматной доской, не сами с собой играют, с другой стороны сидят американцы, у которых свои интересы, и которые поджечь могут значительно быстрее, чем кто-то потушить. Поэтому с моей точки зрения перспективы Европейского Союза достаточно печальны. Другое дело, что он может вспыхнуть и сгореть, а может чуть-чуть подкоптиться, а потом он все-таки потушит. То есть сейчас с моей точки зрения выбор европейских политиков колеблется между плохим и очень плохим. Но чем дольше они этот выбор делают, тем больше и к очень плохому. Спасибо. Борис Алексеевич. Я хочу вернуться к Донбассу. Вот гипотетически предположим Минские соглашения срываются, идет поставка вооружения и Киев развязывает активные боевые действия. Меркель и Оланд размахивают руками беспомощно. Может ли в этой ситуации Путин принять решение для защиты гражданского населения ввести войска. Это как в общем-то говоря не я придумал такой повод один эксперт пару дней назад произнес это и сослались на то что он близок к Кремлю. Это один вопрос. Второй вопрос такой насколько контролирует сегодня руководство Томецкой и Луганщины то что им сегодня подчиняется или не подчиняется честностей много говорят о казачьих войсках и так далее и насколько сильны у них противоречия в плане выполнения немецких соглашений. Спасибо. Давайте начнем с того что ни Донецка и ни Луганская народных республик не существовало без непосредственной поддержки Российской Федерации. Даже если мы будем сохранять политкорректность и говорить только о гуманитарной помощи то даже без только гуманитарной помощи это бы просто не существовало. Поэтому я недавно узнал что в федеральном правительстве есть министр по делам Крыма после чего очень начал завидовать маленькому полуострову на котором есть сразу два губернатора один представитель президента в федеральном округе один министр по делам Крыма. По-моему ни один российский регион такого представитель на душу населения не имеет. Вот то же самое в ДНР и в НР губернаторов представителей министров может быть много но понятно что если ваше существование обеспечивает поддержку Москвы то Москве вы будете подчиняться на нее и будете ориентироваться. Не случайно каждый раз когда руководители ДНР и ЛНР спрашивают наступление они показывают пальцем вверх или приказали но они явно не на Господа Бога ссылаются у них прямой связи нету вот они даже в принципе и не скрывают кому они подчиняются и кто их усаживает при необходимости за стол переговора поэтому говорить о том что кто-то контролирует или не контролирует какие-то казачьи отряды и так далее ну явно скажем полгода назад все эти Донецкие и Луганские армии состояли из слабо взаимосвязанных и мало контролируемых соединений различных полевых комитиков и понятно что даже в перемирии достигнутся после первого Минска было использовано для наведения порядка просто потому что отряды полевых командиров это так называется когда они наши а когда они не наши это называются банды то есть отличаются как шпион от различия примерно и если речь идет об освобождении каких-то территорий то подобного рода неорганизованные отряды их освобождать просто не надо поэтому собственно и необходимо было создать Донецкую и Луганскую регулярные армии что в этой степени и создано те формирования которые там существуют и которые сохраняют условную самостоятельность не сохраняют именно условную самостоятельность то есть да они в какой-то степени автономны но во-первых их мало а во-вторых они прекрасно знают пределы своей автономной то есть они могут иметь своего личного командира который им нравится но который утвержден над ними и все равно они будут занимать тот участок фронта который им отведен и делать то что им говорят они уже потеряли возможность сделать что хочется ходить куда хочется в противном случае они оттуда исчезнут либо на российскую территорию либо навсегда потому что когда идет война там не до сантиментов и не до самостоятельности тем более когда идет война между Россией и Соединенными Штатами пусть даже в виде войны между ДНР и Киевом и Киевом поэтому еще раз повторю я не думаю что там сохраняется или будет сохраняться какой-то очень высокий уровень самостоятельности что касается самостоятельности политиков то ну вот очевидно все же были свидетели того как стали появляться какие-то лозунги Новороссии еще чего-то там вроде бы стали даже формироваться какие-то структуры а потом раз и остались ДНР и ЛНР и причем даже в рамках этих ДНР и ЛНР по сути дела существует чисто военное командование и какие-то его же тыловые службы но нормальное государство образующее государственное структуры становятся очень медленно и являются слабыми второстепенными и вторичными с моей точки зрения это происходит именно потому что как я говорил сегодня никто не может определить реальную геополитическую ситуацию которая наступит после победы и непонятно каким образом надо будет рецептационализировать эти территории временно постоянно явно то есть как их вписывать в новый международный порядок в этих условиях создания каких-то жестких долговременных государственных структур просто неразум потому что потом возник вопрос а что с ними делать ну вот условно допустим будет создана государство Новороссия а потом волею судеб придется сохранить какую-нибудь конфедеративную Украину что делать с этим государством вступать как часть конфедерации может быть а может быть это не будет получаться а там уже у руководства будут свои интересы ведь когда вы кого-то выращиваете и отправляете самостоятельное плавание то не только он от вас зависит но и вы этим начинаете зависеть и не все вы можете продиктовать особенно когда война закончилась от наших танков он больше не зависит поэтому как мне представляется сегодня почему-то никто не педалирует не торопит какую-то формализацию идеальной государственной структуры то есть в виде в каком это сейчас существует оптимальный вариант который не предвосхищается что касается возможного ввода непосредственно российских войск то я думаю что не для того создавалась армия Новороссии для того чтобы через месяц или два после ее создания первых побед отправлять на Украину российские войска если бы было бы такое желание или горячая необходимость они бы тогда бы зашли в марте или в августе прошлого года безусловно нельзя исключить вариант когда вхождение этих войск понадобится это совершенно пиковый вариант когда получение будет разгромлено и его будут выбрасывать через границу только в таком случае я не вижу вариантов для украинской армии разгромить ополчение я не представляю себе какое оружие могут поставить Украине для того чтобы боеспособность украинской армии вдруг выросла на несколько порядков вот я не знаю чего у украинской армии нету танки есть бронетранспортер есть артиллерийские орудия даже авиация есть не летает он сейчас сбивает но сбивать все равно чей штурмовик американский или бывший советский и один и второй сбивается примерно один потом давайте представим себе что Соединенные Штаты нашли где-то лишних 100 танков Абрус у них правда нет допустим нашли там или Германия нашла сотни лишних леопард ну привезли их на Украину допустим завтра для того чтобы научить украинские экипажи нормально управлять этими танками при всей гениальности украинцев надо минимум полгода ну допустим в боевых условиях они будут лишь гениальны и справятся за два месяца через два месяца у нас уже будет слава почти май боюсь к тому времени вопрос не будет стоять на количестве танков иностранного производства на положение украинской армии дальше допустим эти экипажи научились в этих танках ездить для того чтобы эти танки стреляли им надо привезти снаряды из Соединенных Штатов или из Германии нету на Украине снарядов матовского калибра а на этих танках стоят ушки не советские и снаряды с украинской складов к ним не подходит более того к ним не подходит украинская солярка к ним не подходит украинское масло им не подходят украинские запчасти все это надо погрузить и привезти на Украину в огромное количество потому что в боевых условиях танки имеют обыкновение выходить из строя и заправлять их надо постоянно и стрелять им надо постоянно и зачем туда привезли это такая головная боль это такая сложная операция это такая логистика что тем же Соединенным Штатам просто понадобится потратить в первых огромные деньги во-вторых развернут на Украине многочисленный персонал по обслуживанию всех этих танков проще поставить экспедиционный корпус но кому это надо поэтому не понимают что можно поставить Украине кроме тепловизоров которые не помогают им даже Винтл ТМ-16 не нужно опять же калибр не тот и автоматы Калашникова не хуже и на Украине их полно как можно вооружить Украинскую армию рассказывают уже полгода что сейчас начнем поставки какого-то суперсложного летального оружия наверное могли бы давно поставить Усследовать нарезку усилить беспособность Украинской армии нельзя в нынешнем ее состоянии она скорее проиграет военную чем выиграет более-то она гарантированно проиграет военную нынешнюю состояние ополчение усиливается исключительно более быстрыми темпами чем Украинская армия слабеет так что я даже гипотетически не могу рассматривать на сегодня вариант введения российских войск на Украину потому что разгромлено ополчение могу рассматривать по другой причине это когда сегодня на завтрак есть режим Руслан фронт распался банды разбились по стране началась гуманитарная катастрофа люди начинают гибнуть тысячи не по всей стране а в ополчении всего 40 тысяч человек они всю Украину заливнили и все банды их ликвидировать тоже не могут тогда есть повод причина и даже необходимость введения российской армии потому что а чья же еще но поэтому этому режиму не дали упасть чтобы не случилось непопрогимого понятно что все равно упадет но может быть позже может на время в ополчении больше людей будет может быть он сможет быстрее наступать быстрее взять под контроль всю территорию Украины тогда не понадобится водитель непосредственно российский обезьян ток-шоу участвуют украинскому политологи с явно очень по-украинской позиции это пус какие-то несет опасность вопрос ну знаете одному украинскому политологу который часто участвует в российских ток-шоу я говорил что я бы приглашал почаще для того чтобы демонстрировать всем звериные скалы украинских нейтралов это же не фашист демократ ну вот чтобы люди понимали какие же там фашисты я бы тебя вообще без перерыва поддержал на российских телевизорах я думаю что присутствие украинских политологов с учетом того что они запираются на методичные Киева и говорят что положено это имеет позитивный эффект что касается ситуации с свободной словно украин то я в принципе очень доволен потому что что хотите то и получили к большому счету так называемые украинские патриоты и 10 назад и 15 назад говорили что самая главная свобода слова это запретить высказывать антиукраинские мнения антиукраинские мнения не мое значит антиукраинское мнение они понимали одно простое вещи что предела антиукраинским мнением нет сегодня ты запрещаешь одного потом второго а потом запрещают тебя вот сейчас в силу того что запрещать на Украине уже некого начали запрещать их некоторых уже даже посадили я надеюсь что этот процесс будет продолжаться и свобода слова на Украине достигнет своих наивысших значений после эпопеды будет не королевизировать потому что они сами выполнят все вопросы спасибо спасибо спасибо